Отношения между учеником и Гуру вечны. Как это понять? Если рассматривать в контексте, что Духовный Учитель, в контексте этого стиха, что здесь говорится, что следует считать, что Ачария это Я, то есть Кришна говорит, это Я и есть Гуру. А наши отношения с Кришной они вечные. То есть мы вечно связаны этими узами любви с Кришной, всегда мы с ним связаны. То есть в этом плане наши отношения с Гуру, они вечные. Он как представитель Кришны связывает нас с вечными узами, то есть Он тот, кто эту связь усиливает. Если мы отказываемся от Гуру, то связь еще будет какая-то присутствовать. Мы можем отказаться от Духовного Учителя. Ну как, не то что можем. То есть мы в плане, что мы свободны. То есть у нас есть выбор такой. Но это не значит, что Гуру перестанет эту связь с нами поддерживать. Но Он все равно остается на связи. Долгое время Он будет. Мы можем даже упираться. Мы можем даже убежать, убежать от Него, оскорблять Его как-нибудь. Можем уходить. И Гуру все равно будет оставаться нашим доброжелателем. И даже Кришна, даже Кришна может Гуру сказать, оставь Его. И Гуру все равно будет Кришну убеждать, что я, можно я попробую все-таки Его не оставить. А вдруг Он поменяется. А вдруг Он мало ли изменится. Я хочу просто спасти Его. Такое сострадание у Духовного Учителя. То есть даже Гуру может Кришну когда-то не слушать. Но в какой-то момент, если по-настоящему ученик уже полностью, там уже нет никаких у Него, ну, скажем, хороших каких-то, ну, предпосылок, то есть ученик все-таки, ну, вернется. То Кришна может даже приказать будет даже оставить. И тогда только будет с тобой. С большим-большим сожалением. И когда мы слышим, что Гуру опять ученика Его вечно, то это подразумевает, что хорошее отношение. То есть когда ученик остается учеником, когда Гуру никогда, когда человек просто входит в Духовный мир, он там и видит Гуру своего, оказывается, с ним всегда иду. То есть не было такого времени, когда мы были с Учителем, ну, скажем так, размоку. Эта связь, оказывается, она и была вечно. Ну, потому что Кришна вечный, души вечные, наши отношения с Кришной вечные. Есть пример, такой, Роману Зачарь и Куреша. Куреша, это был Симиклан, и однажды он пошел в Божитлан, он просил уйти раньше Гури из этого мира. Когда Гуру узнал, он расстроился, он подумал, так-так, что больше Гуру давал уйти, раньше, наверное, что-то так, ученик-годный, помогать ему, и все. Когда он пошел в Божестан, а то Божестан раскрыли ему именно настроение Куришка. Он сказал, что Куришка подумал, как так, если Гуру уйдет, то ему там крутит, соль и гирлянды предложит, то ему стопы, да, оморит. И когда он узнал об этом, он очень сильно вдохновился, у меня такой ученик Курешский, он говорит, такой вот Вышний, ну, все, я, говорит, я спокойно, что я иду в Духовный мир, потому что Куреша уйдет в Духовный мир, а я с ним общаюсь, поэтому я тоже иду в Духовный мир. Такие вот отношения, и показывают, что это отношения вечные. Так должен думать истинный ученик. Что-то остановимся по времени у нас. Вопрос вот. Может быть, я просто, Гуришна, почему-то не понимаю, вот прошедший в Урговном времени, а можно считать, вот вокруг нас преследов, например, да? Вокруг нас что? Вокруг нас в храме предмы, мы с служением с ней сталкиваемся. И можно ли считать, если даже преданные говорят не шастер какие-то наставления, а просто, например, там, ну, осуждают нас, ругают, можно ли это считать тоже его Шикша-гуру, потому что он тоже, по сути, дает нам наставления, потому что если осмыслить это, то можно понять, ну, как нам нужно действовать. Можно ли вот вообще преданных всех считать Шикша-гуру? Да? Любой человек, от кого вы принимаете наставления, может быть вашим таким наставником. Но, вы знаете, что имеется в виду? То есть, есть разная классификация наставничества. Ну, Шикша, скажем так. Например, есть преданный, который нас приведет сюда, в этот мир. Он тоже наш наставник. Да? Вот не подавшим. Да? Правильно? Наш наставник. Он, возможно, нам не будет наставления какие-то давать. Но этого достаточно. И вы его просто видите, кланитесь ему всегда. Тому, кто вас привел. Есть наставники, которые могут давать наставления, но они не будут брать ответственность за нашу жизнь духовную. Это большинство преданных. Вообще нет. Они могут нам подсказывать, советы какие-то давать. То есть, вдохновляют нас как-то. Да. И мы принимаем от них наставления так же. Но они не берут ответственность за нашу жизнь духовную. И есть такая классификация наставничества, которая несет эту ответственность. И такой должен быть один человек. Шикша. Вот он по-настоящему соответствует этому термению Шикшки. То есть, он представитель вашего духовного учителя. Духовный учитель через него будет вас вести. Такой человек должен быть один. Условно. Есть такая еще схема. И сейчас это, возможно, стало такой тенденцией некой. Предные, которые проживают где-то уже 15, 20, 30 лет в сознании Кришны, и у них нет наставников. Это не у всех, но у большинства нет Шикши такой, который прям ну так находится рядом и ведет его. И что в таком случае делать таким преданным? Потому что они же тоже нуждаются в наставлениях, да? Потому что духовный рост не останавливается же. Мы же не должны считать, что мы 30 лет уже в сознании Кришны, или 20, или 15, и все. Остановка. Нет, нет. Только на самое начало. И для таких преданных нужна санга равных. Санга равных по духу. И в этой санге нужно периодически находиться. Общаться нужно там, да, да. И тогда эти старшие преданные, они уже обладают неким опытом, они могут черпать наставления из этой санги. Тогда они будут защищены. То есть тогда не нужно иметь этого наставления. Это сейчас, просто в такое время. И нужно иметь тогда шипшу. Все шипшими считаются. Если старший преданный, и лишён такой санги, он в очень плохом, очень печальном положении находится тогда. Ему очень тяжело будет идти по духовному пути, потому что чем ближе к Кришне подходим, тем сложнее будет идти. Очень тяжело будет идти. Потому что там препятствия более тонкие. Вы знаете, как Ливу такую маленькую, скажу. Джаганатха Пури первый раз приехал на разведку. Узнает, как Радхаятры проходят, что потом туда, ну, Харина Матура водит. И в какой-то момент я узнал, что, оказывается, можно на колесницу джаганатхи залезть прямо туда и обнять его. Для меня сначала было космическим это то, что можно покатать джаганатху, там за верёвку, там задеть хотя бы за неё. Просто, потому что там покатать не все смогут, потому что там такая давка, могут насмерть задавить. Реально. Такая давка сильная, там сколько там, 200 тысяч человек примерно собирается вот на этой улице, потому что больше не вмещается. Все остальные там за, там где-то и ждут пока. Одни будут, другие зайдут, в общем. Но вот эта плотность, она вот как раз набирает примерно столько народу. И там, если вы, не дай бог, доберётесь до этой верёвки, чтобы потянуть, то вы должны быть настолько, ну, сосредоточены, быть внимательны. У вас на ног должен быть весь из всех этих давок. Просто, да. Вы должны забыть про сланцы вообще. Что они просто сейчас, буквально через там 10 секунд у вас их не будет, этих сланцев просто. И карманы, если у вас какие-то оттопыривающие, то их всех порвут, и всё, что там есть, всё достанут, в общем, всё уверен. Вы должны быть вооружёнными. И вот вы должны вот этой всей толпе вот так вот просто удержаться, хотя бы там минуту, чтобы за канат этот потянуть. Я думаю, что это космос просто. А потом, через какое-то время, я понял, что это не космос, это так, нормально. Ну, по крайней мере, как-то для меня ещё могу там бороться, там бодаться, там сланцы, там вообще не проблема. А потом я узнал, что можно, оказывается, колесницы задеть, это ты больше даже блага можешь получить. Ну, там первое, что ты можешь, в общем, покатать, джаганатху, ты там попадёшь, в общем, в духовный мир. Если ты там под колесо прыгнешь, и тебя колесо раздавит насмерть, то ты, в общем, сразу попадёшь. Поэтому там охраняются, там таких сумасшедших полно. Там полно, нам реально столько людей, которые вот ждут, как-то на колесницу бросится. Там охрана очень серьёзная, там дубинами ставятся. Только хоть не может, вы там что-то дёргите сразу, сразу без разговоров просто. А дубина охранника умереть, что ли? И вот, потом я узнал, что, оказывается, залезть на колесницу, то ещё этот прям, можно прям в лилу. В джаганатхе войти прям при жизни уже просто. То есть ты залазишь туда, на колесницу просто, если ты ещё, не дай Бог, доберёшься, вернее, дай Бог, доберёшься, и обнимешь джаганатху там, которого никогда нельзя увидеть в течение года, он туда не пускает, ни белых, никого. Я подумал, вот, вот такую цель надо поставить, чего этот канат, вот туда надо? И вот я решил, ну ладно, попробую. И тут как-то судьба так была благосклонна, в общем, мы проникли в колесницу, с бактами туда. И мы только залезли туда, в колесницу, и она остановилась. Мы подумали, ну сейчас остановится, дальше поедет. А она не едет никуда, вот не едет уже, темнеет, она никуда не едет. И потом мы поняли, что она никуда не поедет сегодня. Жаганат решил остаться на ночёвку, в общем. Посреди дороги, в общем, всё. Никуда не едет. Ну, интересно. Чего это он не поехал? Потом мы пришли к выводу, он не поехал, потому что все привязаны были к сланцам русские. Сланцы прямо под колесницами разулись, в общем, и залезли, и, в общем, так и сохранили эти сланцы. В общем, они спокойно ушли. Ну, это отдельная тема. Но вот я понял, что надо теперь залезть туда. Думаю, пойду. Я знаю, что тяжело будет, там наверняка будут препятствия какие-то. И лестниц туда нету, на второй этаж, где джаганат. То есть мы на первом этаже были в колеснице. Там технический, скажем так, этаж. А есть еще второй этаж, где непосредственно джаганат. Но туда нету лестницы. Но я увидел, что люди начали туда, то есть канаты сняли, и люди начали туда лезть. И я тоже полезу. Думаю, все, пришло время. Но там не просто залезть. Там все друг по другу лезут. Там, если зацепился за какую-то деревяшку, какую-то основу там, чтобы потом... Это не факт, что ты еще залез. Что по тебе сейчас начнут лезть. Пока по тебе лезут, тебя скинут. Поэтому держись крепко. Либо сбрасывай просто. И потом тоже на кого-то лезь. И по кому-то лезть надо. И там постоянно надо лезть. Если ты не лезешь, тебя сбросят сейчас буквально за секунду. И вот в этой борьбе, я не знаю, минут, минут, наверное, пять я только залазил на этот этаж. Этот этаж, его видно, рука уже на этаже. Но вот это пространство, метр вот этот, полтора, пять минут надо было, чтобы залезть туда. И вот я залез. Думаю, боже мой, если я только вот этот залез до пять минут, как я вот здесь буду, а там не добраться до Джаганадхи. Вот там вот эта толпа со всех сторон, она вот так раз, и все. Пробка. Вот все туда, и все. Нет бы просто, как нормальные русские люди, в очередь встать спокойно. Ты спокойно по очереди обнял, пошел, обнял, пошел, обнял, пошел. И там тысячи людей могут просто этот даршин получить. А там вот эта жадность странная какая-то. Все раз и встали колом. И эти там человек шесть-семь возле Джаганадхи, которые в него вот так влипли просто, они уже все, им надо уже уходить. И они не могут. Потому что их туда придавила вот эта толпа вся. И все вдруг вдруг вдавливаются вот так вот так. И все туда. Я говорю, боже мой, как? Ну как? Вы же мне объяснишь им, встаньте в очередь там. Ну что же это пускать? Что-то сам сейчас таким стал. Сам такой же ломишься туда, даришься всех, пихаешь. И тебя там уже вот так просто и все. И я вот этот, не знаю сколько там, метра четыре, наверное, до него. Двадцать минут. Я и так не дошел. Как и не дотянулся, мне оставалось там буквально так где-то метра полтора, но на вытянутое где-то, ну не знаю, с сантиметров семьдесят. Я так и не дошел до Джаганадхи. Я сначала подумал, ну все, здесь уже невозможно просто, уже сил нету. Там просто борьба постоянная. Ну ну сейчас опущусь вниз, вот так спущусь, как-нибудь. И там между ногами проберусь. Так подумал. Туда спустился и все. Там ноги они просто, знаете, как железные колонны, которые вы никуда не сдвинете. И там вам просто пинают вас и могут наступить на вас. И вы там, там еще хуже. А теперь надо встать. Вы теперь не можете встать, потому что ваше пространство замкнулось сверху, где вы стояли. Вы должны теперь пробиться, как растоп, вот этот просто, вот так в асфальте, просто как-то умудриться. Я уже, мне уже не джаганатхи, мне уже уйти побыстрее бы отсюда. Я не могу, потому что вот там пробка. Чем ближе мы будем идти к Кришне, тем больше будет сопротивление. Это сопротивление уже не во внешнем мире будет, оно внутри нас будет. Это наш характер. Это полезут все наши прелести вот эти. И они будут вот этой пробкой. Вот для чего нужен наставник общества ващналов. Они будут эти пробки разгребать, они будут подходить к кристанке в очередь. Не ломитесь никуда. Не торопитесь. Вот маленькое служение, его делайте. Не нагребайте на себя столько всех, остановите, вот спокойно делайте, читайте книги, воспевайте ситуацию. Да, 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 да. Для старших ващналов шикша это санга. Для тех, кто еще только начинает, нужно обязательно иметь шикшу. Личность, которую будет вести меня, которую я буду на виду, которая будет смотреть за моей садами, за моей включенностью, за моим сознанием так же. И такой один должен быть. Это вот к вопросу к вашему. А для старших это санга, конечно же. Безусловно, для младших или для равных, скажем так, тоже санга важна. Так же она важна. Но для них более важно, это непосредственно живое общение с человеком, с наставником. Спасибо, ващналы. Продолжение следует... Читание Чиритамрка ки-джай, Ващналдасская гражды с вами ки-джай, Читание Махапраму ки-джай, Панчататку ки-джай, Шиширада Гуинда ки-джай, Шилапрхупада ки-джай, Гоура Примана. Продолжение следует...